Друзья, я всех приветствую! Находимся на размере Криминальной России, сервер номер один. Мы продолжаем служить в полиции, совершать, можно сказать, не совсем законные дела. Поскольку правительству нужно передать отсчет товарищу полковнику, к сожалению, он не успел наловить преступников по плану, и теперь ему необходимы эти самые дела. Кто не смотрел прошлую серию, посмотрите, потому что именно там мы и занялись криминальными делами, немножко нечестными, подставляли в наглую граждан, которые в итоге попадали в тюрьму. Конечно, это не совсем приятно, но нужно буквально несколько человек для этого. Вчера прошла, ну просто идеальная операция с этим, и сейчас остается буквально несколько человек, чтобы завершить все это, чтобы папочку с документами закрыть, передать правительству, и правительство показало палец вверх. Именно поэтому, друзья, сегодня мы с товарищем полковником идем на более жесткое преступление. Можно сказать и так, да? Мы будем подкладывать не гранату, как в прошлый раз, не наркотики. Это все мелочи на самом деле. А будем подкладывать, друзья, самое что ни на есть тяжелое оружие, а именно гранатометы. Еще раз напоминаю, друзья, в принципе, да, мы делаем неправильно, но не забывайте, это криминальная Россия, и не забывайте, пожалуйста, что люди самостоятельно поднимают эти предметы. Мы никого не заставляем, мы никого не принуждаем, лежат наркотики, не трогай. Лежит оружие, позвони в полицию, и один из таких был даже в прошлом ролике. Посмотрите обязательно, друзья, бомжик, который не поднял гранату, а обратился к полиции. Это прям молодец. И я надеюсь, что те, кто посмотрел прошлый ролик, они будут знать, что лучше такие вещи не поднимать. И уже, если сегодня вот этот гранатомет будет лежать на дороге, то вы его не поднимете. Потому что сегодня вновь, друзья, мы с товарищем полковником, я, полковник, полковник, будем сидеть в засаде. Это опять ловушка, капкан полиции. И сегодня несколько человек, к сожалению, уедут, да, уедут в места не столь отдаленные за хранение и ношение тяжелого оружия. Товарищ полковник, я вам помогаю, как обычно. Я надеюсь, что эта операция будет последняя. Поймаем сегодня двоих или троих, да, посадим, и все готово. Я думаю, что товарищу подполковнику будет достаточно. Да, если сегодня мы во все уложимся, то будет последнее. Я надеюсь, потому что подобными делами, ну, правда, друзья, промышлять я лично не хочу. Потому что я больше все-таки за закон, но учитывая сложившуюся ситуацию, да, я не хочу, чтобы полковника понижали. Более того, чтобы полковника увольняли. А все строго, друзья. В этом правительстве все очень строго, и отчетность нужна. Нужно показать, что ты работаешь. И одной бригады Саши Белого, вы должны сами понимать, ее недостаточно. Вот и все. Поэтому сейчас... Спасибо, товарищ полковник. Поэтому сейчас мы будем выбирать, друзья, место. Я думаю, что это место будет... Ну, опять же, я сейчас не буду класть гранатомет на вокзал. Потому что, опять же, мы не предусмотрели одно. Что гранату мы подкладывали, что сейчас гранатомет будем подкладывать. Мы не можем это предусмотреть. Но в случае чего человек может обернуть все в нашу сторону. Да? То есть он может прицелиться, выстрелить. И тогда нам с товарищем полковником не поздоровится. Но я надеюсь, такие попадаться не будут. Да? Потому что это уже чересчур. Стрелять сотрудников полиции с гранатометом. Ну, опять же, которые подставляют, наверное, можно. Но я решаю, друзья, все-таки сделать это где-нибудь непосредственно на трассе. Потому что гранатомет сама по себе вещь достаточно огромная, да? Ее видно издалека. И, по идее, проезжая мимо, вот на этой дороге, светом серого, да? Она очень прекрасно будет видна, конкретно эта вещь. Надеюсь, что это не займет много времени. Я не думаю, что это займет много времени. Потому что, учитывая, какой гранатомет огромный, учитывая, что за это грозит. Но, опять же, если бы я был бомжом, я бы проходил и увидел бы гранатомет. Извините, моя задача... Ну, я бы его поднял. Правда. Потому что я бы рассчитывал на то, что я его продам какими-нибудь бандюкам. То есть я бы заработал денег. Поэтому бомжи, скорее всего, поднимали бы. И они и гранаты поднимали, и гранатометы будут поднимать по-любому. Но, опять же, мы делаем это на трассе. То есть мы серьезных людей вяжем. Не каких-то бомжей, алкашей. А люди, которые будут проезжать, по идее. Конечно, есть вероятность, что и просто бомж какой-нибудь пробежит, да? Но задача именно среднестатистического гражданина повязать. Понимаете? И посадить в тюрьму. Вот такие мы жестокие друзья. Но, как я еще раз повторяю, вы здесь, если находитесь, ну, это криминальная Россия. Не забывайте, пожалуйста. Самое ключевое слово здесь криминал. Именно поэтому происходит это. Не нужно говорить, что ой, зачем вы так делаете, это все печально. Нужно. Здесь ничего не поделаешь. Поэтому едем в столь отдаленное место сейчас, да? Чтобы не привлекать внимание, прячемся. И кладем эти гранатометы на землю. Опять же, я хочу использовать место, где достаточно интенсивное движение. Это развилка перед самим Южным. В Южное заезжать, я думаю, даже не стоит, да? Мы спокойненько сейчас где-нибудь найдем какой-нибудь отрезок дороги. Можно даже, не знаю, где-нибудь под мостом. И там и остановимся. Там и будем подкладывать непосредственно наш гранатомет. Где-нибудь вот здесь вот я планирую. Потому что здесь движение интенсивное достаточно, да? Здесь видите, какая развилка идет. Интересно. И, соответственно, здесь... Да хоть механик пусть придется. Неважно, кто, друзья. Мы сейчас спокойно сюда вот подъезжаем. Прячем машину. Опять же, как нам ее спрятать? Здесь особо ты, конечно, не спрячешь ее. Наверное, на пригорку мы заедем куда-нибудь, да? И здесь и будем прятаться и поджидать. Вот такая вот у нас, друзья, будет засада. Отсюда мы и будем действовать. Товарищ полковник, давайте машинку здесь оставим. Все, выключаем. Ну, давайте посмотрим, что у вас там за оружие. Гранатомет в студию. О, проехали, проехали. Видите? Мотоциклист, автомобилист. А мы только начали. Уже могли поймать, понимаете, одного из них. Но я думаю, что поймаем. Определенно, друзья. Посмотрите, какая огромная техника. Это ж пипец просто. Огромная техника. Блин, размер он чуть ли не с человека. Ага, спасибо. Спасибо. Несколько. Разумеется, несколько, друзья. Так, все, вот еще джучка проехала черная. Тоже потенциальный сиделец. Потенциальный. Но им повезло, что они раньше проехали, откуда-то выехали. Так, тихо, не привлекаем внимания. Друзья, если кто-то заметит, да, и зафиксирует нас, что мы занимаемся подобными делами. То есть кладем гранатомет. Так, палево опять. Кладем гранатомет. То есть, извините, мы будем просто-напросто уволены. И это должны все понимать. Так, быстрее. Выбрасываем. Отлично. Охренеть, он здоровый. Просто здоровый гранатомет по центру лежит. Не знаю, по-моему, видно, друзья. По-моему, отчетливо видно. Так, все. Товарищ полковник, все готово. Вот это мы промышляем. Смотрите, даже отсюда видно. Интересная вещица валяется. Все, готовьтесь, товарищ полковник. Готовьтесь обязательно. Главное, не упустить. Так, давайте руль на всякий случай. Потому что здесь проезжают машины. И по-любому человек, который возьмет, он сразу сядет в машину и может поехать моментально. Да, нам ни в коем случае этого допустить нельзя. Но что такое? Может быть, ты увидишь. Проехал, кстати, дальнобойщик, но не подобрал. Бомж может тоже увидеть. Нам не важно. В принципе, если бомж пойдет, значит это его судьба. Ему достаточно просто увидеть этот гранатомет. Но его это не интересует. Есть. Ну, куда? Гранатомет не заметил, что ли? Опа! Есть. Тихо, тихо, тихо. Заметил. Молодец. Вещи, Стас, смотрите-ка. Поднимай, поднимай, поднимай. Давай, 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 давай. Так, хорошо. Еще один, еще один. Так, а кто из них возьмет? Черт, это плохо. Опа! Есть, есть, быстро! Быстро по машинам! Быстрее, быстрее, быстрее. Хорош, тихо. Сейчас аккуратненько. Немножко дадим уйти. Чуть пусть проедет. Чуть-чуть пусть. Опа! В него стреляют! Нихрена себе! Там борьба загрязана. Нет! Не надо! Он с него хочет выстрелить. В него только что стреляли. О, нет, нет, нет! Ты что творишь-то, дружище? Обалдеть! Рогозин! Мы с тобой чуть дел не натворили. Так, ладно. Они, получается, за гранатомет дрались. Так, стоп, 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 стоп. Стоп, давайте-ка остановимся. Останавливаемся. Походу, прострелили ему по всей видимости. Куда ты? Он вышел. Он вышел из игры. Вот этого, друзья, не предусмотрели. Человек испугался. Все, гранатомета, по сути, себе оставил. Гранатомет оставил. Все, минус гранатомет, друзья. Но борьба была. Борьба за гранатомет была, конечно. Но, к сожалению, да, друзья. Здесь такое тоже может быть. Ладненько. Хорошо. Место реально очень хорошее. Давайте, мы навели здесь, конечно, шороху. Я, наверное, сейчас лучше спрячусь опять. Место хорошее. Почти поймали. Все, просто в трусах бегает спокойно, гражданин. Могли повязать, но, к сожалению, ушел. Ладно, там мы кипиши навели. Я думаю, сейчас стоит немножко проехать дальше. Давайте у заправки. Кстати, хорошее место. Мы сейчас, наверное, спрячемся на автомоечке. Я думаю, место вообще будет шикарное. И будем ловить тех, кто едет непосредственно в этом направлении. Так, хорошо. Давай здесь тогда спрячемся, товарищ полковник. Отличное местечко, мне кажется. Вот отсюда будем. Ну что, товарищ полковник, готовы? Место вроде бы хорошее. Спрятались тоже хорошо. Сейчас дам. Только смотри. У меня не так много осталось. Блин, мы уже один потеряли. Это плохо, товарищ полковник. Очень плохо. Пока что не по плану. Нам нужно хотя бы двоих-троих поймать. В этом тоже проблема. Да хотя бы, блин, одного на сегодня. Чтоб хотя бы что-то в отчетности было. Чтоб видели, что мы работаем в конце концов. А если никого не будет? Так, хорошо. Гранатометик есть, друзья? Так, ждем. Ну, ждем. Там приехал кое-кто заправиться. Я лично не готов, друзья, чтобы меня увольняли. Ну, в конце концов, мы только-только пришли в полицию. Только-только получили свой ранг и тут же... Так, автобус тоже поджидаем. Давай, проезжай, проезжай, братец. Не хотелось бы тебя трогать. Так, и спокойненько выходим. Опять же, здесь проезжают, бывает, машинки посерьезнее, да? Которых мы, в принципе-то, не догоним. Такое тоже может быть. Так, главное, чтобы меня сейчас не сшип никто здесь выкидывает. О, господи, нет. Только не механик. Уходим. Угу. Хорошо. Спасибо, что ехал по левой полосе. Так. Ладно. Ладно, ДПСники уже. Не разворачивайтесь только, пожалуйста. Товарищ, не надо. Это будет просто... Это подстава будет. Блин, мы чуть не спалились. Я прям перед ДПСами это сделал. Капец, так. Опа. Есть, есть, есть один. Есть, развернулся. Быстро, машину! Машину, машину, быстрее садись. Рогозин, давай скорее. Мотоциклист. Это проблема. Это, это, это... Оп, взял, всё, видел. Зафиксировал. Зафиксировал, хорошо. Сидя он, плиз. Пусть садится, пусть немножко от места отъедет. Угу. Включаем. И галочку. Куда? Куда он пропал? Чёрт. Опа. Так. Стоп, 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 стоп. Здравствуйте. Рогозин, ложи его. Клади, клади, клади. Нормально, быстрее. Да клади, ты что делаешь-то? Рогозин, блин. Не подставляй, быстрее клади. Всё, лежать. Лежать, мордой в пол. Опа. Хорошо, наручники. Наручники быстрее. Ничего себе. Здравствуй, гражданин. Ну-ка, расскажите нам, пожалуйста, как это понимать вообще? Чё такое? Сознаешься, может. Давайте так, гражданин. Скажите мне вопрос сразу, прямой. Что у вас делает гранатомёт? Вы вообще в курсе, что запрещено гражданским иметь такое оружие? Или вы, может, не в курсе, какой срок за это дают? А? Знаете, какой срок за такое? Надо его сразу в обезьянник. Гражданин, в преступлении сознаётесь? Нам этого достаточно будет. Будет хорошо, если человек сам сознает о преступлении. Он нарушил. Да, у него уже было хранение. То есть несколько секунд, я понимаю, немного. Но хранение уже было этого гранатомёта, понимаете? Уже человек нарушил закон. Мы-то действуем с товарищем полковником в рамках правового поля. Самое главное, понимаете? Ну что, товарищ полковник, что-то у нас молчаливый. Немного. Пусть в таком случае забирают. Пусть забирают. Ношение есть. Зафиксировано, так скажем. Вам лучше с нами сотрудничать. Возможно, меньше сроку дадут. Да ладно уж, товарищ полковник. Какая разница? Ещё один пойман. Я думаю, второго будет достаточно. Потому что преступление достаточно грубое. Да, подобное ношение. И самое хорошее, что он не поехал на свой мотоцикл. Потому что есть варианты, что он бы угнал от нас. Ну, сами понимаете. На машине, за мотоциклом. Там и скорости какие. Поэтому, скорее всего, нам повезло на этот раз. И сейчас ещё ищем третье место. Я думаю, тоже где-нибудь здесь. Можно, в принципе, дальше немножко проехать. Поэтапно, так скажем. Там одного поймали, здесь одного. Забирайте. Всё. Забирают очередного. С гранатомётом. Посидит немножко, отдохнёт. Подумает над своим поведением. А мы поедем, друзья, дальше. Возможно, возможно. Ну, давайте в сторону Арзамаса. Там найдём какой-нибудь пятачок. Где непосредственно и поймаем ещё одного. Но здесь, конечно, честно говоря, позиции хорошей нету. Потому что, видите, здесь открытая местность. И дорога с отбойниками. Бесполезно что-то здесь делать. Наверное, мы сейчас тоже на заправку. Скорее всего, заедем. Воспользуемся ей. Потому что отсюда также много народу заезжает. Много людей проезжает. Я думаю, что хоть один. Но по-любому клюнет. Посмотрите, здесь сколько людей. Здесь механики также. Слушайте, ну здесь тоже движение интенсивное достаточно. Я думаю, что уж точно. Хотя бы кого-то. Но мы найдём. Также прячемся. Можно вообще спрятаться, наверное. Давайте лучше подальше отсюда. Слишком большое движение. Слишком много палево. Поэтому отъезжаем. Прячемся во дворах. Где-нибудь здесь, наверное. О-о-о. Шикарное местечко. Шикарное. Вот здесь мы и будем. Так, подождём пока ребята сейчас уедут. У них там разборки. Опа. Драка. Драка. А за драку надо, нет? Смотри-ка, тут бойня. У-у-у. Тут драка, слышишь? Пойдём разнием. Пойдём разнием немножко. Просто не будем. Не будем в наручники. Ничего не надо. Просто разошлись и всё, ребята. Так, что здесь происходит? Что происходит, а? Успокоились. Расходимся, господа хорошие. Это что за драка здесь такая? Кто тут драку устроил, а? Не хотим проблем. Не хотим проблем. Не вам, не себе. Давайте без драки. А он, его почти прищучили. Его почти. Смотри, ещё один удар. Мы его сейчас вовремя спасли. Смотрите-ка. Спасибо, говорит. Думал, наоборот, огрызаться начнёт. Благодарит. К сожалению, аптечки нету, дружище. Езжай в больницу давай скорее. Езжай, пока он тебе сейчас в нос не дал, и ты здесь окочуришься. Ни в коем случае нельзя этого допустить. Давай, быстрее езжай. Зачем били гражданина, а? Отвезите, пожалуйста. Так, Рогозин. Я не знаю, можно, конечно, помочь. Быстрее. Быстрее в машину давайте. Марат Брательник говорит, ты продаёшь машину. Он обманщик. Ой, блин. В этом разбираться сейчас на самом деле, конечно, не... Да куда ты? Стоять! А, блин, добили! Добили, блин! Ну всё, этого уже придётся ввязать, конечно. Наручники на него. Всё, здесь уже по-любому, друзья. Я так и думал, что этим всё закончится. Надо было в машину садиться. Пригласи уже, блин, машину. Всё, короче, вяжем, товарищ полковник. Я понимаю, что ситуация немножко... А, вот, давай. Иди, забирай. Забирай. Драчун тут. Драчуна поймали только что. Забирай, драчуна. Ну а что, друзья? Не забываем, что мы в полиции, что мы должны помогать гражданам. Не совсем, конечно, получилось помочь. Но в любом случае, хотя бы что-нибудь. Хотя бы так. То есть, помимо того, что мы делаем и плохие дела, да? И хороших тоже достаточно. То есть, карма нам, можно сказать, улыбается. Но в итоге мы хотя бы расчистили здесь местность. Подождём, пока немножко машины уедут отсюда. Так, ну что, вроде бы свободно. Так. Товарищ полковник. Давайте. Приступаем. Приступаем. Ещё одного поймаем. Давайте скорее, полковник. Пока здесь чисто. Скорее всего, жига этого парня было. Которого сейчас замочили. Передавайте. Сейчас всё сделаем. Но здесь очень интенсивное движение, я заметил. Здесь прям каждую секунду проезжают. И как-то беспалево положить будет тяжело, на самом деле. Здесь нужно шпионскими обладать навыками, мне кажется. Тихонечко выходим. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Сколько народу-то ездит. И быстро. Поехали, поехали, поехали. Так, выкладываемся. Выкладываем РПГ. И тихонечко уходим. Хорошо. Вроде нормально, вроде нормально. Так, товарищ полковник. Это, конечно, прям переторится. Ладно, давай отъедем. Чуть-чуть хотя бы. Чуть-чуть. Давай, прыгай. Быстрее в машину. Немножко назад, потому что слишком палевно. Хотя бы спрячемся. О, есть, в принципе, идея небольшая. Спрячемся за само здание. Вот сейчас точно беспалево. Сейчас точно выключаем. Так, товарищ полковник. Всё, контролируем. Контролируем процесс. Но нас всё равно видно. То есть, внимательно не будет подбирать. Можно, в принципе, даже, знаете, как сделать? Чтобы было более понятно. Вот. Отлично. Отличная позиция, товарищ полковник. Всё, тихо. На детской площадке просто. Залезай на детскую площадку. И давай контролировать. Так, не падайте, товарищ полковник. Не падайте. Всё нормально. Не тряситесь. Всё будет хорошо. Последнего поймаем. И всё. И красиво всё будет. Не переживайте. Всё, лежит гранатомёт. Очень красиво лежит. Думаю, сейчас кто-нибудь точно попадётся. О, не надо? Так. Слышу тормоза. Есть. Хорошо. Быстро! Быстро! Надо, чтобы не успел уехать. Так, быстро садись. Полковник. Быстрее. Это наш шанс. Поехали, поехали. Давай, давай. Заводись, малышка. Зачем вообще заглушил? Блин. Он здесь. Так, вижу, вижу, вижу. За ним опять побежали. Опять драка какая-то пошла. Что-то буждено. Так, выключаем. Выключаем. Вижу. Контролируем пока. Контролируем. Бегает, бегает. Пусть. А почему он не садится на скутер? Мне кажется, я бы на его месте, найдя такую вещь, но думал бы, как его побыстрее сбагрить, сел бы на свой скутер и уже удрал бы отсюда. Он себе говорит, смотрите-ка, перестрелочка сейчас опять, но я уже вникать не буду. Нас интересует конкретно вот эта цель. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok